здравствуйте друзья мы пойдем сейчас на open house но вот не этот и даже не тот что рядом тоже красивый но не менее симпатичный вот вот этот вот сюда мы сейчас пойдем там солнце подсвечивает но уж как как есть а вот немножко дальше туда вот вы видите океан то есть фактически от этого дома до океана он 4 4 от той улицы что идет вдоль океана вот красивая дверь гаражная симпатичная видно что обновленная так так вот посыпали чем-то черненьким для красоты для продажи это очень свежее свежее все такие деревья серьезные ну что пойдем внутрь ну что дома новый совершенно то есть тут что-то было раньше но его снесли и построили вот новенькая вот океанчик построили новенькая тут пока я не вижу как-то выбережки так никакой нет но вот здесь санузел то есть это может сказать гостевая такая комната что так сказать вот еще один санузел просят за дом 2 и 2 десятых миллиона но слушайте неплохо тут можно прям балл небольшой устроить такой освет что скажешь да такой open space шикарный кухня очень симпатичная там вдали сейчас мы подойдем туда богатом но говори громче только говори громче что это красиво все сделано такой огромный дружба хозяин с хозяйки я хочу сказать что вот такой алью немножко такой же длинный немножко поуже да у нас очень удобно но он импактично очень потому что даже когда люди сидят там дотянуться невозможно до ну согласен да 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 и получалось что это не для того чтобы сидеть вокруг тут совершенно нет места чтобы сесть вокруг то есть он не выступает из-за шкафчиков в отсутствии раковина совершенно непонятно что делать с этой стороны если здесь нет раковины света неважно красиво это красиво красиво очень красивый какой-нибудь это самое там романное даже это не граммит так вот тут у нас что такое еще может быть гараж так ну здесь да для стиралки сушилки которые пока отсутствуют но там есть куда их подключить гараж не не пожмотились друзья не пожмотились уже плитку положили вот красиво очень красиво большой хороший гараж для машины вот я вышел на бэк-ярд но это боковой это боковой а это вот сзади дома ну здесь не безумно много землицы не безумно много но есть есть давайте пройдем на ту сторону там пошире мне кажется там пошире так вот больше места ну да здесь можно много чего сделать при желании место есть о соседи какие-то же наверное приличные люди так подозреваю света меня вот завела еще раз гараж и говорит смотри-ка они сделали тут двойные краун молдинги да вы видите о чем речь значит действительно такое ощущение что они хотят здесь жилое помещение что сделать и не знаю зачем у нас тут есть лестница на второй этаж так и мы ей воспользовались решеточки красиво вот так они прямо разными цветами а свет что скажешь листики такие красивые вот мы на втором этаже так ну лицом на улицу пошли на улицу так тут назвать это кухни мы не можем но так вот нечто подобное то есть тут наверное можно поставить столик и можно там попивать венцо и посматривать на улицу есть вид да давай выйдем на улицу тут есть балкон симпатичный покрыть такими плитками тоже хорошими я поскольку без обуви хожу в носках могу сказать что здесь тепло на на солнышке что ли нагрелось не знаю и вот океан друзья ну это же просто нету силу вот он тут вот прям с балкончика до да решетки такие красивые пузат пузатые можно сказать ну давайте будем дальше из комнаты я возвращаюсь в комнату вот в этом и тут еще одна комнатка свет что ты скажешь про эту черную полосу паркетную как не впечатляет красиво тут у нас это практически мастер бедер вот у него тут понял понял вот у него здесь умница я бы сказал что как-то две такие маленькие раковинки и так как сильно разметить разнесло по краям вот это не не такое место где удобно умываться вообще хочу сказать что это вот уже видишь как и узко уже здесь дом построен вот только только да да и получает так историю что сейчас вот видишь насколько они выше делают да эти самые маленькие новые сейчас тенденции делать высоко более высоко чтобы меньше было наклоняться так джакузька вот вы друзья можете джакузиться и конечно отсюда не посмотришь в окно сильно джакузька такая небольшая так дальше что мы имеем душ такой нетривиальный вот тут сверху капает потечет вот вот тут справа такая штукенция но но сам сама вся кабинка просторная вот это когда сверху делают это там обычно мы так делали в усалто сверху там должна быть ледяная вода как из ведра еще так вот это называется rain так а это бок in closet они даже здесь в общем-то каким-то приличным ну или это не дерево дерево это плёночка обклеена это обклеена плёночкой но все равно так она в стиле это не недорого сделано нового красиво я имею ввиду что мы это не не дерево как как дерево там ой тут наверх наверх не сильно войдешь когда такие полки рядом ну ладно так пошли дальше на втором этаже мы еще не видели толком бедромов никаких среди как ты могла бы так чтобы я показывать мог так значит вот тоже выход на балкон возвращаемся сюда и тут вот лестница по которой мы пришли и вот тут отдельно значит еще одна комната можно сказать можно сказать что это бедром тут вот зеркальные двери но это шкаф и вот поскольку нет стейджинге только как-то пустовато и туалетик туалетик ванная это так показываю я честно говоря не считал за как-то шоу-шоу нет но там не зубы стивы с туалета уходы может быть ну да это не бедром этот кухня я не знаю видно вам или нет что такие они палочки уже начинают корежиться так края загибаются признак того что влага ну что свет пару слов что дом он построен как бы замахом таким да но все-таки три спальни там не имелось ввиду больше ну послушай это для богатых думали там где сидите но вырос там что он построен и не очень дали за эту женщину соседка пришла посмотреть тоже и говорит она говорит что люди построили дом на продажу да естественно не так старались построить такой grande и это им в общем-то удалось но как всегда бывает при строительстве мы знаем как это бывает вот где-то что-то не так да дом находится на бетонной подушке вот это не круг просто если нет и поэтому очевидно плохая изоляция между вот этим входом и тем бетоном который в доме должна быть очень хорошая и если замокает бетон в доме от дождей здесь на улице то взбивается пол и мы видим что он вздулся в чем нескольких местах даже когда наступаешь наступаешь он чувствуется ну и конечно это плохо а то что вот влажность это океана ты думаешь она может повлиять на что-то или не на пол не на стенке скорее всего но не на пол